Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Я решила снимать разные роллы. Вы раньше постоянно жаловались, что вот Айка только снимает горячие роллы. Я решила внести разнообразие. Завтра вообще у меня идеи такие интересные роллы нашла. Просто обалдеть! Это значит запеченная Калифорния. Выглядит обалденно, но сразу расстроили меня. Я уже две штуки попробовала, и оказалось, что они очень-очень острые. Я как-то забыла их предупредить. Но, блин, очень вкусно! Они разноцветные, они интересные. Сколько я их искала, это вообще... Знаете, было что-то с чем-то, потому что все доставки, как один, они работают с большими сетами. Я не знаю почему. Вы знаете, я не очень голодная. Так как я и завтракала, и обедала, даже перекус у меня был. Поэтому я хотела небольшой сайт. Ну, каких-то интересных роллов. Куда не звоню. Минимальная доставка 40-50. Ну, куда мне столько? Я говорю, вы чего, ребят? Куда мне столько? Можно было заказать так много, просто до конца не есть. Но проблема в том, что у нас дома никто, кроме меня, роллы не любит. И получается, что они просто бы пропали. Потому что на следующий день я снимаю новое видео. Я же не могу каждый день роллы вам снимать. Причем одни и те же. Я переставила соус соевый. Чтобы было удобно, чтобы не тянуться туда. На улице вечер. Сегодняшний день я прям распределила так, что я должна была успеть столько всего. Но, к моему сожалению, день был просто максимально непродуктивный. Максимально неудачный. Я говорила, что у меня немножко проблемы с документацией и так далее. И вот, я пошла сегодня. Блин, что ж мне постоянно неудобно-то, а? Вот так вот самое то. А сначала надо было вот так вот разместить их. Так вот, я пошла по документам. И как вы думаете в очереди, сколько людей было? Вот как вы думаете просто? В очереди 67 человек. Ну, они очень оперативно работают. Ну, блин, 69 или 67. Не помню точно, сколько человек было, но точно помню, больше 60 было. Когда я увидела эту цифру, я думала, у меня сейчас будет инфаркт. Ровно 2 часа в очереди. Поэтому вчера видео вышло настолько поздно. Я встала, пошла по делам. Думала, приду домой, смонтирую и выложу видео. И тут-то было. Очередь как будто бесконечная. И там была одна бабушка, которая настолько разозлилась, что взяла сумку и этой сумкой начала бить оператора. Но оператор это имеется в виду тот, кто сидит и принимает. Граждане. С одной стороны, это выглядело максимально смешно. С другой стороны, нельзя винить человека, который выполняет свою работу. То есть дело в том, что одно дело, работник просто забил, встал и пошел куда-то, не знаю, гулять. Другое дело, просто народу очень много. Ну что он может поделать? Бабушка была вне себе от ярости. Начала кричать. Знаете, не совсем такая бабушка. Ну, 65. Где там? Там один парень, он отдал свой билетик ей, а ее билетик взял себе. То есть получилось, что она намного быстрее закончила свои дела, нежели так уж она была. Ну, молодец, конечно, парень. Острый, нереально острый, но, блин, очень вкусный, ребят. Они еще разноцветные. Я не удержалась, вот когда раскладывала, пока камеру настрою, пока туда, пока сюда. две штучки съела. Обычно, когда мы с Фатей снимаем, я всегда ругаюсь с Фатей, говорю, не ешь, не ешь. Я пока камеру настраиваю, я пока свет настраиваю. Она сидит, ест. Я, Фатя, говорю, вот ты наешься, а на видео что? Сыты будем сидеть. Она такая, ай-ка, не палься, я и на видео поем, и так поем. В общем, так. Как же вкусно. Вообще, после сегодняшнего у меня реально безграничное уважение к людям, которые работают в банках, которые работают с таким вот потоком клиентов. Это реально очень трудно, потому что люди разные, все воспитание разное, понятие нормы у всех разное. Некоторые могут себе позволить вот так вот себя вести. При этом ты должен себя вести нормально. Ты должен вести себя в руках. Держать себя в руках. И думай, например, о своей работе. Сейчас написала Фатя, я просто в истории в инстаграм поставила, что у меня будут роллы. И она пишет, у тебя тоже роллы. Я тоже сегодня сняла. Когда будешь выкладывать. Вот у нас уже где-то третий раз подряд с Фатей, и она снимает роллы, и я. И все потом в комментах пишут, что вы вместе-то не снимаете. короче, короче, весь день я убила на то, чтобы исправить свои документы, дело, которое должно было длиться 5 минут, продлилось 3 часа. А перед тем, как выйти из дома, я резко сломала два ногтя. Вернее, один я проснулась, вот этот вот. Проснулась, и вижу, что нет ногтя. А в второй уже процессе того, как я одевалась, я одевала джинсы, которые, наверное, на размеры 2, меньше моего размера. Вот. И получается так, что сломала два ногтя. Я думаю, блин, как бомжиха, сейчас попрусь. Но потом, увидев этот кипиш там, я поняла, что на мои ногти никто даже и внимания не обратит. Буду переделывать, буду делать короткие ногти. Уже очень давно у меня не было коротких ноготочков. Надоело, честно, что там. Я вообще по натуре очень люблю длинные ногти, и это даже не очень связано, знаете, с модой все пишут, сейчас не модно длинные ногти. Да блин, что тебе нравится, то и модно. Вот по мне так, и никак иначе. Если мне нравятся длинные ногти, что значит, это не модно. я очень извиняюсь за свой телефон. Даже не посчитала, сколько здесь штук было. на улице. Была просто потрясающая погода. Я сегодня созвонила со своей подругой, и подруга мне говорит, что я у нее спросила, как погода. Я говорю, ну так, так, ну более-менее. вышла на улицу лето, ребят. Лето. Плюс 15. Тут я каждый раз, знаете, что вспоминаю? Вот в России люди закаленные. В России минус 20. Ты идешь по этому снегу, и тебе нормально. Спросишь, как погода? Нормально. Пойдет. Здесь плюс 15. Все уже выгуливают свои шубы. У меня есть шубка. Вот. Все уже так утеплились, что-то все туда-сюда. вспоминаешь и прям скучаешь. Ты прям идешь так по снегу. Снег так хруст-хруст, хруст-хруст. Ну, не круто. Здесь то, что приближается Новый год, напоминает только вот эта гирлянда, которая уже здесь вот отклеилась. там выходишь на улицу, у тебя такое ощущение, что из-под снега сейчас выйдет Дедушка Мороз и скажет, загадывай, желание. Вот загадывай. То есть чувство какого-то волшебства там есть, здесь нет. Вообще я про другое хотела рассказать. Сейчас уже не вспомню, я вам какую-то историю хотела рассказать. Ну, в общем, мой отпуск наконец-то закончился. Я этому безгранично рада. Ну, и наоборот радуется, когда отпуск начинается. Но мне, знаете, очень нравится находиться вот в таком ритме, когда у тебя куча дел, ты занят, у тебя звонки. То есть я соскучилась по всему этому. Я все-таки, наверное, из тех людей, которые не могут сидеть дома. И когда я дома, вот что я насняла? Я планировала в отпуске наснять, не знаю, 10 видео, которые я буду выкладывать уже постепенно, а потом эти 10 дней не буду снимать. Или когда не буду успевать что-то снимать, буду выкладывать эти видео. Ничего подобного. У меня даже на завтра видео нету, представляете? Здесь васаби просто не тронуты. И каждый раз так. Надо в следующий раз говорить, чтобы мне не клали. как же острым. Особенно вот эти вот оранжевые, они были вообще очень острыми. Это еще ничего так. сказали, что я прям наелась. Нет. Надо было брать побольше. больше. Вот так вот, господа. Вот так вот. Очень вкусно. Просто пять с плюсом. на этом все. На этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал. Помогите мне добить 100 тысяч. Ну, пожалуйста. Если вы меня все равно смотрите, то подпишитесь на мой канал. На этом все. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok